Беларусь в мировом космическом клубе. Наша соотечественница, первой в истории страны космонавт Марина Василевская, участница полета на МКС, сейчас проходит реабилитацию после успешного возвращения на Землю. Почти две недели на орбите и миссия завершена. Но это только начало нового этапа, который войдет в хронику 21 века в списке величайших достижений страны и в учебнике истории. Мы поинтересовались мнением белорусов, как они восприняли это событие. Смелая девушка, не каждому такое решилось бы. Это очень трудный полет в космос, там невесомость. Нужно большое здоровье, усилий, тренировок сколько. Ну, как бы, конечно, большой прорыв. В дальнейшем это может увеличиться просто и может быть, когда-то наши дети уже полетят спокойно. Как она себя вообще там чувствовала? Как у нее было ощущение? Что она чувствовала при этом, когда отправилась? Это же все-таки новое такое впечатление и это должно быть что-то вот просто восторженное такое. Я думаю, что она тоже была горда тем, что она отправилась. Серьезный технический и волевой процесс как самого космонавта, так и от самой страны, которая может себе позволить это сделать. Вот. Очень рад, что все это успешно произошло, что космонавтка слетала, выполнила свою миссию, приземлилась. Я горжусь, что женщина туда полетела. Вот. Ну, конечно, за страну приятно. Вот. Ну, и как женщина, конечно, молодец, что решилась. Я бы, допустим, не полетела. Напомню, корабль «Союз МС-24» накануне приземлился в казахстанской степи и уже вечером экипаж прибыл в Подмосковье. Героев судьбоносного путешествия встречали в «Звездном городке». Главные моменты исторического дня в нашем материале. Под звуки традиционного марша авиаторов в «Звездный городок» прибывает автобус с героями. Марина Василевская – первый космонавт суверенной Беларуси. Все полеты начинаются здесь. Здесь же подводят итоги. Космонавты проходят реабилитацию. Обычно она сопоставима со временем нахождения на МКС. Значение нынешней экспедиции сложно переоценить. Марина, как была. Не только суети от Беларуси. Мы рады за вас. Спасибо. Мы вас быстро увидели. Это первые минуты на Земле после приземления. Сложно представить, как чувствует себя космонавт после такого путешествия. Об этом они скажут сами, корреспондентам. Первая возможность поговорить прямо в казахстанской степи. Над каждым пролетом не получалось у нас проводить время у иллюминатора, потому что было очень много работы. И, к сожалению, Беларусь облачно. И сфотографировать было очень сложно что-то. Но видели и Полесье, и Беловежскую пущу, и Минск. Полет Марины Василевской – значимое событие для нашей страны. Она провела все намеченные эксперименты, которые полноценно провести на Земле невозможно. А в свободное время делала фото планеты, в том числе и нашей Беларуси. Космический статус, особый престиж и национальная гордость. За этапами приземления пристально следили в Российском центре управления полетами. В экипаже не только Марина Василевская из Беларуси. Командир Олег Новицкий – уроженец «Червеня», участник уже четырех экспедиций. Я спросила про самочувствие, когда летели, и, естественно, про фотографии. Он сказал, что круто, мы его очень порадовали. Через врача как-то собирали сумку, папе он попросил что-то положить памятное, чтобы дать ему в руки. Я решила положить нашу фотографию, потому что я знаю, что ему очень понравится. Радует. И вообще все специалисты, которые обеспечивали посадку, и командир корабля, Олег Новицкий, обеспечили ее полностью штатно и абсолютно беспроблемно. Что старт, что посадка – это не то чтобы волнительно, это прямо эйфорийные вещи. Совместная экспедиция открывает новую страницу в отношениях Минска и Москвы. Союзные программы вышли на качественно новый уровень. Реализовано 8 программ в области космоса. На этапе реализации девятая программа. Здесь союзный бюджет обеспечивает их реализацию. Мы знаем, что совсем недавно переговоры Юрия Ивановича Борисова с руководством Национальной академии наук Беларуси дали прогноз создания уникального российско-белорусского космического аппарата по дистанционному зондированию Земли. И то, что сегодня результаты этого полета, которые в том числе выполняли космонавты Новицкий и Василевская, как государственные задачи Беларуси и России будут анализированы, это огромный вклад в общую работу. Сотрудничество будет продолжено, как и белорусские исследования в космосе найдут свое практическое применение. Мы налаживаем сейчас сотрудничество с нашими белорусскими коллегами. То есть, если мы говорим про лактоферин, то наш институт проводит достаточно широкие исследования в модельных условиях, в условиях сухой иммерсии, в изоляционных экспериментах. И здесь в нам, как говорится, счастливый случай сотрудничества с нашими белорусскими коллегами, что мы начали проведение исследования с данным белком в космическом полете. После этой экспедиции уже многие белорусы мечтают о космосе, чтобы делать открытие для своей страны. Много заявок и желающих обращений, как будет в будущем. Думаю, что мы программу космическую будем продолжать, активно поддерживать программу глава государства. Ну, у нас мы же готовим спутник, в скором времени у нас будет суперспутник с суперметровым разрешением, 0,35 метров из космоса. Это одно из лучших разрешений в мире. Поэтому космическая программа в любом случае будет продолжаться. Шаг в будущее именно так комментирует полет Василевской. Немного стран могут похвастаться своими космическими программами, а тем более космонавтами. Мы же развиваем свою страну для будущих поколений. И вот мы ядерная держава, у нас атомная электростанция, ядерное оружие. Мы сельхозхозяйственная держава, потому что наша сельхозпродукция, она продается по всему миру. Промышленная страна, потому что мы сохранили все предприятия. Сейчас космическая держава, то есть это действительно исторический день для нашей страны. И самое главное, что это начало. Все равно начало, потому что полет белорусского космонавта, нашей вот этой прекрасной женщины, героини, это же новая страница, которая открывает новые направления. У нас очень много программ будет новых космических. И не только спутники, это и научные разработки, и совместная работа. Это большая радость, я думаю, для каждого жителя нашей страны, это гордость. У меня, например, когда я вчера смотрел прямую трансляцию, вот, когда капсула на огромном парашюте опускалась, да, да. Ну, у меня просто булком в горле, да, слезы из глаз, если честно, да. Это неописуемое чувство. После реабилитации Марине Василевской предстоит завершить начатые в космосе исследования. Совместно с учеными на Земле. Весь экипаж и тех, кто готовил полет в Беларусь, пригласил Александр Лукашенко. Ждут Марину и в коллективах, и в вузах. Наш человек в космосе. И очень многие хотят быть ее последователями. Алексей Кряквин, Светлана Корульская. Наши новости. Значимость исторического для Беларуси полета еще предстоит оценить. Анализы и экспертные оценки внеземной миссии 8 вечером на ОНТ. Теперь это наше время. Говорим о белорусках, а значит, о высоком. Наша первая в небе, но дома лучше. Мы знали, что нас ждут на Земле, и поэтому это грело душу. С кем разница в подходах проходит по границе? Там роют окопы, увеличивают расходы на ударное вооружение. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу. Кредо Беларуси создавать и беречь. Мы созидаем порой не благодаря чему-то, а вопреки жизненным обстоятельствам. Щит мирного неба в руках наших военных. Наша система во много раз превосходит различные зарубежные аналоги. Это строго секретно, но у нас есть чем ответить. Считанные секунды, точные координаты и цель поражена. Один союз, две страны. Совместная выгода. Санкции помогли нам стать более динамичными, успешными, взаимовызять совместные планы. Будущее на фундаменте общего прошлого. До Витебска хочется доехать, потому что мой дедушка, погибший в Великой Отечественной войне, там захоронен. В воскресенье, 8 вечера, теперь наше время. Ночной митинг в центре Тель-Авива собрал более 100 тысяч человек. Акция против политики Нетаньяху прошла у комплекса правительственных зданий, где в частности находится штат Министерства обороны. Люди требовали отставки премьера и заключения сделки с Хамас по освобождению заложников. Полиция пыталась оттеснить толпу. Начались стычки и задержания. В какой-то момент в толпу людей влетел автомобиль. Пострадали как минимум три человека. Водителя остановили полицейские, когда он пытался скрыться. Сегодня ровно полгода со дня нападения Хамас на Израиль и обострения конфликта. Число погибших в результате израильских ударов уже превысило 33 тысячи. 76 тысяч пострадали. В Орске, который затопило после прорыва дамбы, ситуация критическая. Вода продолжает прибывать и приблизилась к отметке в 12 метров. Затоплены целые микрорайоны и половина старого города. В воде и под водой тысячи домов. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. Людей эвакуируют не только в Орске, но также в Оренбурге, в деревнях и поселках. Некоторые ждут помощи на крышах. Те, кто отказывается добровольно уезжать, эвакуируют принудительно с помощью полиции. Людей отправляют к родственникам или в пункты временного размещения. Оценить обстановку на месте в регион прибыл глава МЧС России. Работа ведется. И в ближайшее время оценка обстановки будет проведена. Все, что будет необходимо, довезем. А это кадры спасения собак в Оренбурге из местного питомника. Более 40 животных нужно вывезти на лодках. Ситуация с паводком в Оренбургской области только ухудшается. Такого половодья здесь не видели больше ста лет. Пик ожидается на следующей неделе. Вызов для смелых и сильных духом. В учебном центре военной академии завершился полуфинал военно-патриотического турнира. Участники семь команд, школьники со всех областей. Всего отборочные туры прошли 70 ребят. На три дня они окунулись в армейскую жизнь. Познакомились с бытом военных и примерили амуницию. Подготовили для них и немало испытаний. Метание гранаты, сборка оружия, стрельба, полосы препятствий. Исторические викторины. Команды с заданиями успешно справились, показав выносливость и сплоченность. Это было очень разнообразно и невероятно. Я очень удивлен подготовке этого проекта, потому что это действительно огромная работа была проделана патриотами Беларуси, а также военной академией. Каждый мужчина должен обладать такими знаниями, это полезно. Было очень интересно, начиная с обкатки танком, заканчивая историей. Ну, впечатления просто нереальные. Ты полностью погружаешься в армейскую жизнь, проходишь день курсанта, у тебя свой распорядок дня. Это хорошее военно-патриотическое воспитание молодежи. Мы находим с ними такую ниточку взаимопонимания, общения. Также мы хотим показать, насколько непросто служба в армии, что это очень важный процесс. Беречь наше мирное небо, чтобы мы спокойно спали. Поэтому это проект, который очень важен для всех нас, для нашей страны. Молодежи очень нравится, это самое важное. Победу одержали четыре команды, школьники из Брестской, Гомельской, Витебской и Гродненской областей. Финал в конце апреля. Праздник доброй вести. Православные сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают удивительные события. Господь через архангела Гавриила обратился к Деве Марии и сообщил благую весть. Она избрана стать матерью Сына Божьего. Благовещение традиционно отмечается 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. В этот день священники в голубых одеждах. Это цвет Богородицы. Я приехала из Могилева с коллегой с эмоциями хорошими, с радостными, с надеждой на хорошее будущее, на благие вести, которые пусть нам Ангел Небесный ссылает сверху. Чтобы у всех в этот день были благие вести, хорошее настроение. Несмотря на то, что сегодня нет солнышка, но оно обещали, нам будет солнышко в душе. Сегодня так светло, тепло и хорошо. И пусть это чувство у всех остается. Бог становится человеком для того, чтобы мы, человечество, вернуть к жизни с Богом. Вернуть к Богу. Поэтому это начало всех начал. Праздник Благовещения – начало всех наших праздников. Поэтому мы торжественно так отмечаем этот праздник. И поэтому народ всегда старается в этот день прийти в храм, помолиться. Благовещение в этом году выпало на Великий пост. Но в честь праздника Церковь разрешает некоторые послабления.